Создавая свою государственность, мы шаг за шагом, кирпичик к кирпичику, строили современную, красивую, независимую страну. Сегодня есть чем гордиться. Гости завидуют белорусам, у нас строительных кранов по городу больше, чем высоток. Значит, страна живет и созидает. Десятки соцобъектов, как подарок к празднику, лишние тому доказательству. Комфорт и удобство повседневной жизни людей – главная забота государства. График президента на этой неделе отмечен высоким напряжением. Важнейшая веха сегодня – АЭС «Островец». Накануне Александр Лукашенко лично проинспектировал и открыл новую ветку метро. А еще на неделе был серьезный разговор о здоровье людей. Ситуацию с ковид-инфекцией держат на контроле. Новые послы вручили верительные грамоты. И, конечно же, в преддверии праздника государство не забыло сказать спасибо тем, кто своим трудом делает страну краше и богаче. Как бы ни старались злопыхатели извне и внутренне подорвать авторитеты и усомниться во власти, факты говорят сами за себя. Так и хочется спросить у праздно шатающихся по улицам, а вы, собственно, сделали что-нибудь для себя и для страны? Проанализируйте свою неделю. Или для вас главный принцип – чем хуже, тем лучше. Даже метро авторам отдельных телеграм-каналов не понравилось. Нашли недочеты. А вот большинство горожан и гостей сегодня устремились туда на экскурсию. И, как возле АЭС, делали селфи на станциях. Торжественные ленты нынче перерезали по всей Беларуси. Это и новые заводы, рынки, жилые дома и многое другое. Подарков много, как известно, не бывает. За эмоциями наблюдала Екатерина Тихомирова. Третья ветка метро приняла своих пассажиров. В 12-30 собрались нынчане, желающие стать первооткрывателями четырех новых станций. И для многих это настоящий подарок и праздник. На экскурсию в метро пришли семьями с детьми. Сделать селфи, прокатиться и посмотреть каждую станцию. Впечатление самое хорошее. Очень красиво, хорошо сделано. Новые поезда, новая отделка. Все очень классно. Нравится. Мы ее очень долго ждали, на самом деле. Все четыре года мы прям молились, чтобы наконец открыли. И для нас это прям событие. Чтобы не останавливались на доселе, зеленый лук надо как-то охватывать. Это пожелание нашим метростроителям. Огромное спасибо им. Пока на зеленой ветке всего четыре станции. Планируют, что их будет 17. Дальше работа пойдет в слуцком направлении. В 2023-2024 годах начнется строительство в сторону микрорайона «Зеленый лук». С первого шага в глаза бросается оформление. У каждой станции оно свое. Лаконично и изящно одновременно. Ковальская слобода декорирована коваными конструкциями и графическими сюжетами. Когда глаза привыкают, начинаешь видеть детали. Безбарьерная среда, информационное табло на четырех языках. Комфортные поезда и защитные экраны. Сделаны они для безопасности, чтобы никто не упал на рельсы. Дальше больше. По доброй традиции, 7 ноября подарков много. На Миорском металлопрокатном заводе запущена линия по производству холоднокатанного листа. Для Беларуси это уникальное производство. Конечный продукт завода – белая жесть. Это упаковка для консервов, парфюмерии, напитков. И не только. Белая жесть применяется и в декоре. Ей украшают потолки и отделывают интерьеры. Тот продукт, который мы изготавливаем и будем на расчет производства, его раньше нигде в Беларуси не было. Соответственно, рынок белорусский и в неслежащих территорий, он может быть к нами замещен. Но главное – это новые рабочие места, если говорить точно, 650. В Миоры возвращаются специалисты. Открылась новая больница для работников, современный жилой квартал, новая поликлиника и межрайонный кардиоцентр в стадии проекта. Подарок получили и жители Славгородского района – участок по розливу меда. Теперь ежегодно здесь будут перерабатывать до 300 тонн полезного продукта. Я отучился полгода, приобрел профессию, и сейчас я работаю дома, мне никуда не надо ездить. Стабильность, перспектива, как бы меня все устраивает – семья, работа, все рядом. Для таких маленьких городов это очень важно. Едем дальше. На карте Беларуси появился новый эко-рынок. По трассе на Логойск, недалеко от столицы, новый многоэтажный торговый центр Валерьянова. Найти здесь можно все, что угодно, даже для придирчивой души. От брендов до продукции местных фермеров. Доступные цены и экологически чистые продукты. Рядом с нами открыли. Будем ходить, найдем таких людей, у которых более качественная продукция, и будем у них отовариваться. Мясо хорошее, ассортимент очень большой. Рядом живу, поэтому буду приходить. Настоящий праздник и в Гомельском районе, в поселке Большевик. Сдали два новых жилых дома с детскими площадками, большими парковками и без барьерной средой. В первом доме 40 квартир для многодетных семей. Второй дом – 60-квартирный арендный. Он строился по пилотному проекту. Это первый подобный дом в республике. В каждой квартире свой тепловой счетчик с системой индивидуального регулирования. Здесь применен электрический обогрев. Стоят два котла с суммарной мощностью 210 кВт, которые идут на отопление дома. Дом трехподъездный, 60-квартирный. Это современно модернизированная серия, которая соответствует всем стандартам. Ключи от квартир получили молодые специалисты в Щучине, работники местной больницы, школы и РОВД. В доме 12 квартир. Здание реконструировали из бывшего общежития. Сейчас у меня есть свой собственный уголок, который меня подтолкнет к тому, чтобы я осталась в Щучине, чтобы я работала. Сейчас я хожу на работу как на праздник. Сейчас я домой буду приходить как на праздник. Буду делать все для того, чтобы я здесь осталась. Буду обставлять свою квартирку так, как мне будет нравиться, чтобы это был правда мой уголок. Безусловно, это далеко не все. Подарки для народа к 7 ноября – событие ежегодное и традиционное. И главное, важное. Ведь с открытием каждого из этих объектов жизнь становится комфортнее, повышается ее качество. Екатерина Тихомирова, Александр Берецкий, агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова